Привет! Давно не брал в руки шашек. Несколько фильмов хотел вам рассказать, которые посмотрел за последнее время. Главный, конечно, фильм это Богемская Рапсодия. Это, конечно, прекрасное кино. Очень советую посмотреть. И прекрасно оно вот чем. Я не очень люблю Квинн, я вообще не очень музыкальный человек, и поэтому я как-то спокойно отношусь ко всем таким культовым музыкантам. Первое, мне очень понравилась демонстрация роста жизни, звезды, что такое звезда, как она получается, что происходит, какие должны переплестись жизненные пути разных людей, куча случайностей, чтобы свершилась такая вот история, произошел такой вот всплеск, взрыв сверхновый. После фильма я как-то вольно или невольно сравнивал этот фильм с фильмом Высоцкий, да, «Спасибо, что живой». По сути сюжета, по сюжету Высоцкий, в общем, только употребляет алкоголь, наркотики, водит там шашни, не знаю, приторговывает чем-то. Непонятно, как рождалось вот это, как оно у него происходило, этот момент создания, творчества, не знаю, как хотите его назовите, да. Здесь он показан, в «Богемской рапсоде», он показан, конечно, отлично просто, да, когда они начинают подбирать ритм для того, чтобы зал как-то реагировал на их песню. Из этого по мелочам, по мелочам на это нарастает, нарастает и становятся такие, такие крупные хиты выходят из-под их пера. Еще одна история, которая мне понравилась, это момент ухода из группы, да, когда он уходит, у него там не очень все получается, Фредди, и потом возвращается. И вот дальше такой ключевой эпизод, не сам как эпизод, а мысль, да, ключевая. Он говорит, я поехал в Америку, нанял там отличных музыкантов, они прекрасные, ребята, они здорово играют, они делают все, что я хотел. Любой мой каприз они исполняли, они наигрывали, они все делали супер, но не получается. Вот это вот создание коллектива, да, который со своими изъянами, со своими скандалами, со своими проблемами, он рождает некий такой очень хороший продукт и очень хорошую музыку, как раз потому, что у каждого человека есть изъяны, да, они каждый привносят что-то свое. Это очень здорово сделано, очень здорово показано, да. Очень классная тема взаимодействия с продюсером, которые всегда любят вогнать всех в некий формат, потому что на радио требуется этот формат, а там еще требуется этот формат, а вот мы не должны выходить за этот хронометраж и так далее и тому подобное. И когда авторы произведения, да, ну тут Фредди и вообще вся группа, да, продавливают, продавливают, когда у них не получается продавить, они плюют и уходят от продюсера, потому что они создатели, да, они авторы, они делают это, они понимают, как лучше, да. Я не к тому, что всегда продюсеры не правы, но бывают вещи оправданные, да, то есть ребята оправдывают свою композицию, длина, она им нужна, она сделана, она идеальна с их точки зрения. У продюсеров формальный подход, он отрезает хронометраж, да, просит, требует отрезать хронометраж, просто потому что где-то там на радио большего формата не берут, да. Это очень здорово показано, как нужно уметь стоять на своем, да, когда ты уверен в своем продукте. Хорошо вплетена история такого звездного сумасшествия, да, когда человек получает огромный гонорар, он становится звездой, его любят, его обожают, он начинает потреблять наркотики, у него какая-то беспорядочная жизнь, в том числе и половая, да. То есть как человек сходит с ума, как он возвращается на тот путь, который он считает правильным, да, это все такие очень сложные материи, их очень тяжело показывать, их показывают очень здорово, да. То есть по сути нам показан хороший человек, который талантлив, может сказать гениален, он сбивается с пути, но он возвращается на этот путь. И мы видим, что человек этот, человек достойный, да, то есть вот если сравнивать опять же с Высоцким, ну там нет достойного человека, да, он как бы, он, то есть мы знаем, что Высоцкий достойный человек, да, то, что он там злоупотреблял какими-то вещами, это в общем факт биографии, но это не отменяет его работ, да, его песен, его ролей, его стихов. Ничего этого нельзя отменить, да, показывать только процесс злоупотребления каким, ну это мне кажется такое лицемерие, такой дурацкий подход, когда, очень легкий, да, когда через проблемы всегда легко все показывает, да, вот он напился и что-то там сделал. Это интересно, это смотрибельно, как кажется людям, видимо, но на самом деле это плохо, это халтура. А вот богемская рапсодия, это не плохо, это прекрасно, и это не халтура, это действенно, качественно, очень хорошо выписанный сюжет, очень точно развивающиеся герои, очень похожи, прекрасно все снято, сделано, ритм, темп, музыка, это мне, не музыкальному человеку, это очень нравится, да, я уж не знаю, что там, как балдеют фанаты Квина от этого, наверное, сильно балдеет. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или не ставьте, удачи, пока. Забыл сказать самое главное про мой любимый возрастной сцен, фильм шел под лейблом 18+, не лейблом, как называется, да, ограничение возраста 18+, в моем славном детстве за такое могли убить, если честно, или сжечь кинотеатр к чертовой матери, да, потому что 18+, это, в общем, ну, довольно серьезные эротические сцены, или сцены насилия, не знаю, что-нибудь такое, в моем детстве, конечно, подразумевались эротические сцены, поэтому, если бы мне показали только поцелуй двух мужчин, я боюсь, что кинотеатру бы не поздоровилось, не то, чтобы я был очень хулиганистым, но могли сжечь, вот, а тут, конечно, ограничение возраста, здесь есть один поцелуй двух мужчин, не то, чтобы я там восторгался особенно, ну, это как бы факт биографии, все-таки биографическое кино, и, ну, меня это так особенно не ломает, не мучает, но при этом, если сравнивать с какими-нибудь викингом, да, где и насилуют девочку перед глазами родителей, и так все довольно реалистично сделано, то и этот и Викинг Шоу 16+, и даже 12+, была версия, в которой тоже насилуют, то не очень понятно, что, собственно, тут такого прямо, вот, уже неужели это такой ужас-ужас, при том, что кино отличное, да, и детям, не детям, а юношам, девушкам, 16+, меня вообще всегда смущает эта история про гомопропаганду, да, серьезно можно кого-то распропагандировать, да, вот, я не знаю, вы можете съездить в какую-нибудь школу бокса и попробовать там кого-нибудь уговорить, поцеловаться с другим боксером, ну, просто попробуйте, мне любопытно, если нет, трудно, снимите это на камеру, выложите в YouTube, это будет отличный социальный эксперимент, не знаю, на автобазу куда-нибудь съездите, да, или куда еще можно съездить, ну, вообще, в любое место придите и попробуйте мужчин уговорить поцеловать других мужчин, ну, просто убедите их, если вот вы считаете, что можно кого-то убедить целоваться, ну, или, что, посерьезнее, да, но даже вот, да, то есть, мне кажется, это все-таки тупость, и 18+, на этом фильме, просто тупость в квадрате, вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и не забывайте, что никакой пропаганды вообще нет, все это ложь, выдумка и вранье пропагандистов, удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok